Всем привет дорогие друзья и подписчики, а также гости моего кулинарного канала, где я делюсь проверенными рецептами вкусных блюд. В этом видео я хочу поделиться с вами рецептом приготовления кабачковых рулетиков с творогом и сыром в томатном соусе. Это очень вкусные и ароматные рулетики, понравятся всем. Попробовав один раз, вы будете готовить их постоянно. Будет вашей любимой закуской, как в праздничный день, так и в любой обычный. Рецепт приготовления смотрите далее. Желаю вам приятного просмотра. Для начала приготовления я беру два молодых кабачка. Удаляю у них плодоножку и, так сказать, носик. И нарезаю тонкими слайсами. Ну, примерно 4-5 мм, чтобы было. Желательно, конечно, иметь очень хороший острый нож. Тупым вы только все испортите. После того, как я нарезал кабачки на слайсы, я подготавливаю противень. Заранее застелил пергаментом. Теперь мне нужно его смазать растительным маслом слегка. Выкладываю все свои слайсы кабачковые на этот пергамент. Как вы видите, не все, конечно, идеально у меня получились, но ничего страшного. Желательно, чтобы они не были толстые. Если такая шкурка остается, то можно ее не использовать. Сверху слайсы кабачковые поливаю слегка растительным маслом. Размазываю кисточкой масло по поверхности всех кабачков. И присаливаю так слегка. И отправляю кабачки в духовку, разогретую до 200 градусов на 20 минут. Пока готовятся кабачки, я уже все подготовил к начинке. Я взял 150 грамм российского свирнотера на мелкой терке. Взял 150 грамм рикотты. Можно заменить обезжиренным творогом. По сути, рикотта и это есть обезжиренный творог. 15, даже 10 грамм петрушки, укропа, листиков без толстых стеблей. 3 зубчика чеснока весом 5 грамм и 1 куриное яйцо. Сыр пересыпаю к рикотте, только не весь. И оставляю немного, чтобы потом сверху посыпать рулетики. Сюда вбиваю 1 куриное яйцо. Измельчаю 3 зубчика чеснока. Измельченный чеснок добавляю к начинке. Измельчаю зелень укропом. Половину укропа отправляю к начинке, половину оставляю, чтобы потом сверху посыпать. Так же делаю и с петрушкой. Тоже мелко ее нарезаю. Часть отправляю в начинку. А часть оставляю, чтобы потом посыпать рулетики. Так как у меня и творог, и сыр, они соленые. Ну, творог немного соленоватый, но сыр все-таки соленый, какой и должен быть сыр. Поэтому я не добавляю туда соли. Если вы любите в меру все соленое, конечно, можете там по вкусу все добавить. Начинку теперь перемешиваем аккуратно. Все, начинку перемешала и пока отставляю в сторону и жду, когда приготовятся кабачки. Кабачки мои приготовились. Теперь нужно подождать, пока они остынут. Кабачки пока убираю в сторону. Беру форму, в которой я буду запекать кабачки. Нужна глубокая обязательно. Здесь я тоже запекал кабачки. Поэтому не удивляйтесь, что он немного грязный. Буду готовить сейчас томатный соус. Беру две ложки томатной пасты. Размешиваю ее с водой. Такая, чтобы она была жидкая, но при этом густая. Возьмите где-то 100 мл. На две столовые ложки 100 мл воды. Сюда же нужно добавить соль. Будет пол чайной ложки. Черный молотый перец. Три чайной ложки. Хмели-сунели. Три чайной ложки. Часть соуса теперь перекладываю в свой противень. Оставшийся пока убираю. И буду теперь крутить рулетики. Выкладываю где-то пол столовой ложки на один рулетик начинки. Аккуратно ее скручиваю. И укладываю сюда в противень. Ну и повторяю так со всеми рулетиками. Поверх рулетиков поливаю свой томатный соус. Посыпаю сыром. И посыпаю зеленью. Все. И теперь убираю. Их готовится в духовку на 15 минут при 200 градусах. И по истечении времени мои рулетики из кабачков готовы. 15 минут вполне достаточно, чтобы они протушились хорошо в этом томатном соусе. Чтобы сыр расплавился. Вот и все. Можно теперь подождать пока слегка остынут. И подавать к столу. Даже покажу вам наверное один самый вот первый, который выкладывал. Сыр тянется. Внутри я не знаю как вам даже показать его. Ну, уверяю, это очень вкусно. Подойдет как для, не знаю, поседневного стола. Также подойдет для праздничного стола. Как угощение, как закуска. Очень вкусно и ароматно. Ну что, на этом я с вами сегодня прощаюсь. Благодарю всех, кто посмотрел это видео до конца. Не забывайте под видео нажимать палец вверх. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. И жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok